После выборов в России значительно увеличилось количество заболевших коронавирусом. Параллельно растет и статистика смертности. Алтайский край не стал исключением. Ежедневно здесь заболевают свыше 250 больных, а умирают более 25. Поэтому слова главы Роспотребнадзора страны Анны Поповой легли на подготовленную почву отменить массовые мероприятия. И несмотря на обострение ковид-ситуации, читатели информагентств заволновались. Опять запреты. Региональные власти пока молчат. В настоящее время нужно просто-напросто сформировать какую-то группу ученых-экспертов, которые бы давали, вырабатывали рекомендации губернатору. На сегодняшний день такой группы экспертов нет. Это вроде все отвечает чиновники. Хоккейные матчи, концерты, спектакли отменят ли мероприятия, которые ждут зрители. Кстати, опрошенные нами барнаульцы оказались довольно терпимы к громким заявлениям с Москвы. Надо вводить самые жесткие меры. В транспорте, в магазинах, в Мариэра соблюдается слегка. В транспорте вообще не соблюдается. Мне кажется, что это надо просто соблюдать меры. Ходить в маски, мыть руки. Ну и понятно, чтобы сильно обращение мероприятия запретить. Вот так. Я думаю, что нужно в данном случае действовать радикально. Отменить полностью все. Сфера развлечений, организации массовых мероприятий, которая больше всего пострадала от прошлогоднего локдауна, с опаской смотрит на эту инициативу. Так, в спортивном комплексе «Темп» год назад вынуждены отказались от проведения шоу и сфокусировались только на соревнованиях. Сейчас и они могут оказаться под запретом. Если будет какое-то закрытие, введение каких-то новых ограничений, то есть мы их не понимаем. То есть мы всегда говорим Роспотребнадзору, что все мероприятия необходимые и прописанные в их рекомендациях, мы готовы выполнять. Но это все купили, потратили средства. По словам медиков, эта волна коронавируса уже больше прошлогодней. Просто мало кто из жителей обращает на это внимание. Но мощности медицины ограничены. Чтобы успеть помочь всем и задержать рост, в регионе даже рассматривали введение QR-кодов. Но это технически невозможно. В Алайске надо все-таки жестко выдерживать те запреты, которые существуют сейчас, но которые никто не выполняет. Масочный режим, отсутствие массовых собраний, полтора метра дистанция. И все-таки больше разворачивать привычную компанию. Чуть позже в Роспотребе страны дали разъяснение. Новые ограничения вводить не собираются. Ведь это право остается за главами регионов. Оперштаб на эту тему планируют провести на этой неделе. Артем Гусельников, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов. День с толком.